Здравствуйте дорогие китайские друзья, я рад вас приветствовать и я хотел бы поговорить на тему, которую вы предложили, последняя первая битва, вернее первая битва многополярного мира и последняя битва Путина. Конечно это название немного странное, потому что я думаю, что последняя битва Путина еще впереди, это далеко не последняя битва Путина, Путин бьется как раз за многополярный мир и многополярный мир действительно сейчас начинается, вот с этим я согласен. Если говорить точнее, мы находимся в точке перехода между еще сохраняющейся однополярностью, глобализмом, стремлением Запада сохранить свою гегемонию и поднимающимся многополярным миром. И конечно президент Путин и его и наша война против коллективного Запада на Украине это решающий фронт многополярного мира. Однако я думаю, что в 23-м году, который сейчас заканчивается, было несколько очень важных событий, которые свидетельствуют о глубине этого перехода, перехода от однополярного мира к многополярному миру. Ну конечно, самым главным полем сражения это Украина, потому что Запад решил сделать из Украины свой парпост, натравить украинское нацистское руководство на Россию, используя методы террора, убийств. И Россия была вынуждена ответить, и теперь уже в нынешнем состоянии, конечно, никакой Украины существовать не может. Украина будет освобождена, это наша старая земля, она будет освобождена от нацистского руководства и станет частью евразийского мира. В этом нет никаких сомнений, сколько времени это займет, сказать трудно, может быть год, может быть два, может быть даже больше. Но это с необходимостью произойдет, поэтому я думаю, что борьба с коллективным Западом и попытка использовать наших украинских братьев в качестве инструмента русофобии, неонацизма, направленной против нас, вот это не получится. Россия будет биться против коллективного Запада, и это самая главная война, самый главный конфликт многополярного мира. Пак, что Россия выставила в 2023 году, в этом году отбилась от контратаки, контрнаступления Украины, выдержала давление санкций, нашло себе друзей, надежных партнеров по лице Китая, отчасти Индии, исламских стран, Африки, Латинской Америки. Все это свидетельствует о том, что многополярный мир неизбежен, но Россия платит основные издержки. По его созданию мы теряем людей, близких людей, наши семьи поражены горем. Многих русских людей это плата за многополярный мир, это плата за нашу стойкость, за нашу решимость бороться против западной гегемонии. Однако мы видим, что в 2023 году и другие фронты многополярного мира открылись. Это, безусловно, конфликт в Газе, когда израильское руководство при поддержке коллективного Запада фактически осуществляет в данный момент геноцид местного палестинского населения, не оставляя никаких шансов. Конечно, мы осуждаем теоретический акт Хамаса против Израиля, это было совершенно неприемлемым действием, но ответ превзошел все пропорции, все нормы. И евреи, которые, начиная со Второй мировой войны, считаются жертвами, действительно, они были жертвами чудовищных преступлений гитлорусского режима, на самом деле сейчас такое впечатление, что на глазах утрачивает этот моральный статус жертв, превращаясь в агрессивного палача, уничтожая мирное население Палестины в индустриальных масштабах. Никогда уже никто к евреям и к Израилю в мире относиться так, как раньше не будет, потому что одно дело быть жертвой геноцида, другое дело палачами, которые его осуществляют на наших глазах. И, конечно, я думаю, что фронт против Сталина Израиля и Запада на Ближнем Востоке будет расширяться, Хезбалла и Хусид и Йемен уже отчасти участвуют, я думаю, Иран будет так или иначе втянут в эту проблему. Ирак, Сирия, нам предстоит большая война на Ближнем Востоке, которая, скорее всего, закончится уничтожением государства Израиля, несмотря на всю помощь Запада, потому что в конечном итоге это меньшинство, которое ведет себя абсолютно неподавающим образом по отношению к людям, которым лежит эта земля, на самом деле, Палестина. Поэтому я думаю, что этот конфликт, еще одна война многополярного мира, и Запад здесь, как и на всех остальных фронтах, потерпит сокрушительное поражение. Уже американская политика фактически рухнула на Ближнем Востоке, американцам никто не доверяет, однозначная поддержка, односторонняя поддержка Израиля дорого стоит. Американской политике, которая практически рухнула, доверия уже нет никакого, и остальное дело времени. Но во что выйдется эта война, это трудно сейчас прогнозировать. Я думаю, что это очень серьезное столкновение нам предстоит. Интересно, что в Латинской Америке начинаются серьезные процессы, в частности, Виннесуэла потребовала территорию Сикебо, английской Гаяны, тоже такого колониального образования западного. И это может прирасти в войну. В принципе, Латинская Америка все больше и больше выходит из-под контроля и влияния Запада, все больше и больше говорит о своих собственных интересах и о своих собственных стратегических перспективах в глобальном масштабе, становясь полноценным полюсом. Трудно говорить о тайваньском кризисе, который тем не менее назревает, потому что Америка наращивает свое военное присутствие в Тихом океане. Я думаю, что Индия достаточно разумная страна для того, чтобы не быть втянутой в эту атлантическую авантюру сторонников сохранения однополярного мира любой ценой. Но Китай умеет ждать. Я думаю, что тайваньский кризис разрешится. Безусловно, я в это верю, в пользу Китая. А каким способом и какими методами? Сейчас пока трудно себе представить. Просто наши китайские друзья должны знать, что Россия понимает смысл отношения континентального Китая и Тайваня и полностью поддерживает китайское руководство. И это тоже один из фронтов многополярного мира. Одна из потенциальных войн этого многополярного мира. Африка тоже становится полем противостояния антиколониальных сил в Западной Африке. Это Мали, Нигер, Центральная Африканская Республика. Это Буркино-Фасо, где пришли именно континентальные африканские лидеры к власти, которые сейчас формируют некую новую империю Малини, некий новый антиколониальный многополярный блок. Также есть и Южная Африка, и Эпиопия. Другие могущественные силы в Африке. Африка пробуждается, это еще один полюс, как и Латинская Америка. То есть многополярный мир строится на наших глазах и строится с трудом. Запад категорически не хочет уступать, он хочет настоять на своей гегемонии. Тем не менее, многополярный мир соседается. И в этом году, в 2023 году, летом, произошло очень важное событие. Это акт присоединения к странам БРИКС нескольких стран, во-первых, четырех стран Исламского мира, Египет, Объединенные Арабские Эмираты, Саудовская Аравия и Иран, как бы превосходя противоречия между шиитами и суннитами, между арабами и иранцами и перцами. Это очень важное событие. Но также Эфиопия, присоединившаяся к БРИКС и Аргентина, хотя потом, когда пришел довольно экстравагантный президент Аргентины Милей, Аргентина поставила под вопрос присоединение к БРИКСу, но еще не факт, что будет окончательный разрыв. Мы посмотрим. В любом случае, БРИКС-11 или даже БРИКС-10, если Аргентина на время покинет или сохранит нейтральный статус, все равно это на наших глазах творится то, что я называю семиполярным миром, гептархией, где есть коллективный Запад, который пытается удержать свою однополярную гегемонию, и шесть цивилизаций, объединенных как раз БРИКС, это китайская цивилизация, государство, как цивилизация, как его называет прекрасный китайский политолог Жанг Вэйвэй, это государство цивилизации России, это государство цивилизации Индии, уже три, это государство цивилизации будущего или потенциального исламского мира, это государство цивилизации Африки, государство цивилизации Латинской Америки. Эти региональные процессы интеграции идут везде, намечены везде. И так возникает гептархия, семиполярный мир, где один полюс очевиден, это Запад, два полюса уже полностью оформились, это Россия и Китай, Индия почти является четвертым самостоятельным полюсом, и остается вот три полюса, разродненные все еще Исламский мир, Африка и Латинская Америка, и тем не менее процессы интеграции этих больших пространств тоже идут. Вот это и есть первая, если угодно, первая битва многополярного мира, или такой набросок новой архитектуры мироустройства, многополярная, основанная на демокрации, на взаимоуважении, на справедливости, на полном отрицании гегемонии кого угодно. Не значит, что мы, русские, хотим заменить собой гегемонию американцев, и Китай хочет заменить, нет. Многополярность – это серьезная, это особая философия, которая отказывает в праве какой-то одной цивилизации, пусть даже могущественной, навязывать всем остальным свои критерии. Это диалог, это вин-вин-стратегия, это искреннее уважение интересов другого. Это как раз то, что Син Цзиньпинь называет единой судьбой человечества, или человечеством единой судьбы, но это единство должно строиться на внимательном учете всех человеческих обществ, а не только наиболее экономически продвинутых. И вот эта справедливость, это гуманность, это человечность, это человечность именно в том смысле, в котором понимал великий Конфуций, это терм «грейн», «человек», «человечность», это культура «way». Все эти принципы должны быть заложены в создании новой мировой многополярной архитектуры. Это справедливость, это культура, это убеждение других чистотой, нравственностью, доброжелательностью, миролюбием, благом, процветанием, а не принуждением, не насаждением каких-то первертных форм, как делает современный Запад. Современный Запад, который держится за свою однополярность, это, как назвал президент Путин, сатанинская цивилизация. Мы ничего против Запада не имеем, если бы он оставался у своих границах. Но он борется за то, отчаянно борется за то, чтобы сохранить свою ведьмонию в глобальном масштабе. А вот этого мы уже допустить не можем. И вот поэтому справедливо вы вводите вам представление по будущем годе, в этом годе, понятие война, последняя война, первая война. Да, это война, потому что смена миропорядка дается очень дорогой ценой. Россия намеренно воспринимает ситуацию на Украине не как, в коем случае, последняя война Путина. Последняя война Путина еще далеко впереди. Мы только начинаем наше возвращение в историю. Мы только по-настоящему защищаем и отстаиваем наш суверенитет. Мы только возвращаемся в историю как субъект, а не объект. И мы не остановимся и не начнем никакие мирные переговоры, пока полностью территория Украины не будет очищена от нацистской хунты, которая захватила власть насильственным способом в 2014 году. Украина больше существовать не будет. Сколько потребуется для этого усилий, мне сказать, сейчас трудно. Но лишь после освобождения всей территории Украины от нацистской области можно будет перейти к мирным переговорам с Западом. А если не захотят, то эта ситуация вполне может и продолжиться. Нет никаких шансов убедить Россию. Мы солидарны в этой войне за многополярный мир. Мы солидарны с нашим президентом. Все общество сейчас пробудилось, практически освободилось от пятой колонны, все больше освобождаются от шестой. Различия в этих терминах я неоднократно комментировал китайским друзьям и коллегам. Но я глубоко убежден, что и Россия, и Китай так уверены, прочно стали на путь строительства многополярного мира, что никакая цена не будет слишком большой для того, чтобы его построить. Обратного пути нет. Мы сделали свои ставки. Мы друзья России и Китая. Мы две великих цивилизации, два великого государства цивилизации. Мы вместе, какие бы у нас ни были свои взгляды на те или неоригинальные конфликты, мы принципиально отстраиваем одну и ту же модель миропорядка. Поэтому еще раз всех поздравляю китайских друзей с европейским, если угодно, с Новым годом, с календарным Новым годом, потом с Рождеством, которое мы отмечаем, и с китайским Новым годом, который вы будете праздновать позже. Этот год, 2024, Новый год, будет решающим. Мы должны быть вместе, мы должны быть сильными, мы должны быть умными, мы должны быть сосредоточенными для того, чтобы подстроить для наших потомков лучшее человечество, справедливый международный порядок, и вырвать с корня западную гегемонию, вернув Запад, сократить его претензии из того, чтобы быть единым мирилом цивилизации, Запад должен стать одной из провинций человечества наряду с другим. Мы тоже провинция, сами для себя мы центр, сами для себя китайцы центр, сами для себя индусы центр. Пусть и Запад будет таким же центром сам для себя, но только не для нас. А мы будем строить свои суверенные цивилизации, отставить свое право иметь свои традиционные ценности, вытекающие из наших пультов. Всего доброго и с наступающим Новым годом!